Горячая пора настала для национальной сборной Беларуси по футболу. На этой неделе главная команда страны проведет сразу два домашних поединка отборочного турнира чемпионата Европы 2016 против украинцев и словаков. Обе встречи пройдут на Борисов арене. В четверг подопечным Георгия Кондратьева будут противостоять южные соседи. По мнению главкома нашей дружины беларусов ждет непростое испытание. Жовто-блокитные располагаются гораздо выше в мировом рейтинге и к тому же обозлены стартовым поражением от словаков. Конечно, бумаги, они фавориты. Но мы играем дома, нам отступать некуда. И мы постараемся, чтобы бумажные эти дела в реальные не превратились. Чтобы после игры мы были фаворитами. Изначально на тренировочный сбор были вызваны 26 игроков. Однако впоследствии этот список уменьшился. Травмированы и не смогут помочь команде минской динамовцы Александр Гутер и Сергей Политевич, а также представитель Борисовского батэ Виталий Родионов. Отметим, что впервые под знамена сборной призваны футболисты солигорского шастера Сергей Матвеевичек и Николай Януш. Кроме того, после долгого перерыва востребован голкипер Юрий Живнов. Велика вероятность, что именно он сыграет в предстоящих матчах. Юра выглядит хорошо. Я за ним следил во всех играх чемпионата России. Если все будет хорошо, Юра будет здоров. Сегодня тренировка, завтра. Значит, Юра номер один. Сборная Украины прилетела в Минск практически в оптимальном составе. Большинство из 25 игроков представляют ведущие клубы страны. Киевская «Динамо», Донецкий «Шахтер» и Днепропетровский «Днепр». Потери только две. Форвард Евгений Селезнев и не являющийся основным голкипер Александр Рыбко оба травмированы. В Борисове и украинцы, и белорусы жаждут реабилитироваться за стартовые осечки. Так что ждем зрелищного футбола и надеемся на успех команды Георгия.